СТРЕЛЬБА Бьёт очень сильно, поэтому я, наверное, немного сейчас до сих пор и кричу. Команда жёлтых продолжает сдерживать напор синих. Уже ко всему этому вроде привыкли, но ненадолго. Выстрел! Эй! Граната, б***ь! Всё, всё, всё. Пардон. Я уже не знаю, куда нам деваться. Стреляют и взрываются. Тут что-то стреляют и взрываются. Куда нам деться в этом во всём? Уже непонятно. Искать ответа не пришлось, помог командир. Доходчиво, понятно и кратко. Пойте, я хуй сейчас. И пока вам ещё сюда одна сейчас не залетела, давайте. Полчаса обороны, и вот за нами прислали технику, но до базы мы не доедем. Сейчас мы поедем в расположение второй команды. Будем это делать на броне, и это на самом деле очень опасно, потому как стрелять-то будут под ним, а могут попасть и в нас. Поэтому лучше, наверное, нам тоже. Для программистов и инженеров эти вояки как-то чересчур хороши. Мы попадаем в засаду, убитые поднимают красные флаги. Ну вот мы и попали в луку, а точнее под обстрелы, так как у нас нет никакого оружия, остаётся только прятаться. Команда БТРа пытается вести ответный огонь. В дело пошли миномёты. Так я снова оглох. Ну, пожалуй. Прятаться за технику в условиях боя оказалось не лучшей идеей. Белый дым означает, что наш БТР всё же подбили. Нужно этим воспользоваться и убегать. Ну вот, подбили наш бронетранспортер, поэтому надо скорее занимать другие позиции. На этой точке дела гораздо спокойнее. Нет, война ещё продолжается. Просто здесь экономят. И условные снаряды, и реальные рубли. Ну сколько? Миномётный 150, гранатомётный 200 и подствольный 200 рублей. Тысяч 20 уже где-то. Ну вот да, всё там в лесу, всё в синих. А синяя техника ездит, я свою даже не видел. Только жгём синих. Надо квартиру ехать продавать, чтобы ещё купить немножко выстрелов. Понятно, держимся, в общем. Берегут снаряды, видимо, обе армии. Благодаря этому мы и добрались живыми до главного штаба жёлтой команды. Эту позицию удерживают лучшие специалисты. Что вам в этом бою всё-таки больше помогает, опыт или алкоголь? Исключительно опыт. Исключительно опыт. Да, ну не пахнет, по крайней мере, точно. Ещё одна причина, почему мы так рвались на базу, тут кормят. Но не сегодня снова атака. Рассредоточиться по окопам, занять оборону, внимание! Занять оборону по окопам, чтобы никого не было на дороге! И такие тактические игры проводят по нескольку раз в год. Следующие сутки на броне намечены уже на сентябрь. Место Алабина. Ну вот перерыв между атаками, какая она уже по счёту-то? 20-я, наверное. Вот. И так будет ещё целые сутки. Для нас же этот бой закончился. О войне вам рассказывал Александр Акишин, Кристина Зайцева. Новости 360. Кристина Зайцева. Новости 360. Еанск